Китайские обычаи Китайские праздники выражают надежды китайцев на все самое лучшее, на будущее, на потомство, то есть отражают надежды на счастье и благополучие. Среди традиционных праздников есть четыре, которые заслуживают особого внимания. Это поминальные праздники. Например, праздник чистого света Цин Мин. Он получил свое название благодаря сельскохозяйственному сезону. А еще праздник двойной пятерки – Дуань У. Это праздник памяти древнего поэта. А еще Чун Юань Зе. Его отмечают 15-го числа 7-го месяца по лунному календарю. Этот праздник – середина сельскохозяйственного года. В этот день поминают предков. А еще есть праздник, который отмечают в первый день 10-го месяца. Он называется «Праздник отправки предкам зимней одежды». Это четыре главных поминальных праздника. Если посмотреть внимательней, то можно заметить, что эти четыре праздника делят 12 месяцев года на четыре части. Две части в начале года и две в конце. Мне кажется, что это удивительный цикл душевного умиротворения для китайцев. Потому что у всех поминальных праздников есть общие черты. Мы, живые люди, должны вспомнить предков, совершить поминальные ритуалы, принести жертвы и помянуть умерших предков или же почивших близких. А когда мы поминаем почивших, то во время ритуалов мы устанавливаем с ними духовную связь, чтобы самим получить душевное спокойствие. Например, во время праздника Чистого Света многие приходят прибраться на могилах, положить цветы. Люди проводят долгое время около могил. Это очень распространено. Или же часто можно видеть, как люди жгут ритуальные деньги. Сейчас в городах призывают преподносить цветы. Но что бы ни было цветы или ритуальные деньги, мы часто видим, что люди, поминающие своих предков, что-то тихонько бормочут. Что они говорят? Они вспоминают прошлое, все перипетии жизни, когда человек был еще жив. Или же делятся радостью с теми, кто уже умер. Благодаря поминальным ритуалам рассказывают им все. Так ведется духовное общение. Устанавливаются эмоциональные связи с миром мертвых. Все главные китайские поминальные праздники в основном имеют такое значение. Поэтому процесс духовного общения с предками во время этих четырех поминальных праздников наполнен теплом истинно китайского человеческого общения. Во время праздника Дуаню упоминают древнего поэта Цю Юаня. Всем известно, что он был родоначальником лирической поэзии Китая. Поэтому китайцы посвятили особый праздник, чтобы почтить память этого поэта. Кроме его творчества и таланта, мы также вспоминаем и то, что Цю Юань совершил ритуальное самоубийство, бросившись в реку Мило из чувства любви к родине. Поэтому в случае с этим праздником, когда люди упоминают поэта, то акцент делается на патриотизме Цю Юаня. Праздник Цю Юань Зе. Ранее во многих регионах мы провели обследование и выяснили, что этот праздник отмечают с большей помпой, чем традиционный Новый год, праздник весны. За день до праздника все возвращаются к родному очагу. Вечером накануне праздника принято убираться на могилах. А на следующий день с позаранку прямо у алтаря предков принято устраивать угощение. А еще принято развешивать то, что на севере называют поминальные таблички. Наверху обозначено родословное, какого рода племени. А еще принято раскладывать фрукты и вино. Женщины специально к празднику готовят разнообразное угощение. Есть еще один день, тоже из разряда главных поминальных праздников, его отмечают 1 числа 10 месяца. Он называется «Праздник отправки предкам теплой одежды». С точки зрения народных обычаев, известно, что 1 числа 10 месяца по лунному календарю – это день, когда предкам надо отправить теплую одежду. Потому что считается, что с этого дня наступают холода. В мире живых люди знают, что надо утепляться. А потусторонний мир китайцы воспринимают как продолжение мира живых. Китайцы считают, что умершие никуда не уходят, а просто пребывают в другом мире. В холода им тоже нужна теплая одежда. Поэтому живым следует отправить теплую одежду предкам. Мне кажется, что книжные знания зачастую не трогают за душу, до тех пор, пока ты сам это не пережил. Мы зачастую говорим, что знания надо испытать в поле, применить их в жизни. Ведь народные обычаи отражают культурные формы сложившихся ритуалов и норм, которые сформировались в обычной жизни. Благодаря длительному формированию они уже стали традицией. Поэтому обычаи неотделимы от жизни людей. Все это ценное нематериальное культурное наследие Китая. Культурное наследие всего человечества. Думаю, что в других странах тоже есть поминальные обычаи. Есть свои ритуалы и много своих исконных праздников. У нас то же самое. Четыре главных китайских поминальных праздника отражают почтение к предкам. Таким образом, можно заметить, что народные обычаи – это неотъемлемая часть всей нашей национальной культуры.